Глава государства Владимир Путин в среду объяснил главную задачу пенсионной реформы. Повышение возраста выхода на пенсию необходимо, чтобы обеспечить стабильность пенсионной системы России, в том числе и в интересах будущих пенсионеров, заявил он. При этом глава государства анонсировал целый ряд поправок для смягчения параметров преобразований. Полный текст обращения опубликован на сайте Кремля. Комментируя решение президента, главы российских регионов отметили, что Владимир Путин последовательно отстаивает интересы страны и заявили о готовности продолжать намеченный государством курс. Ну, первое, конечно, мы будем сохранять региональные льготы. Сейчас будет готовиться очередной бюджет. Эта льгота касается ЖКХ, эта льгота касается лекарств, эта льгота касается проезда. Я вам, знаете, хочу сказать, я из истории своей работы помню, когда пустой был бюджет пенсионного фонда, когда вся страна бастовала и пенсии людям не платились. Сейчас все по-другому. Пенсии платятся, задержек нет, льготы учтены. Но мы, и абсолютно правильно сказал Владимир Владимирович, открыто, обращаясь к людям, что мы должны на это пойти. Но мы сохраняем. То, что касалось женщин, пожалуйста, это будет 60. Те, кто будет уходить сейчас, могут на полгода раньше это сделать. Возможность большая сегодня получения новых профессий. Мы это делаем с вами в области через 50+, где они получают новые профессии и могут быть востребованы на рынке труда. Конечно, мы в бюджете заложим то, что касается новых профессий, чтобы рынок труда был действительно востребованным. Многодетные семьи – это важнейший фактор, потому что очень много за последнее время в России сделано по поддержке семьи, материнства, детства. Подписан указ президента о десятилетии детства. Это же тоже требует больших денег. И Владимир Владимирович сегодня объяснил, что мы должны пойти и начать это делать, чтобы не было таким образом, как это было в 90-е годы. Потому что мы должны сегодня понимать, что на одного работающего 4 пенсионера. Поэтому многие льготы сохраняются. Сохраняются региональные льготы. Большое обсуждение прошло. Обсудили парламентские слушания в Думе. Дальше, значит, конечно, очень важно, что у нас сегодня, пусть небольшой, но экономический рост. Страна прошла непростой путь. Она прошла огромный, серьезный путь. И даже если там какие-то предложения сделать по доходному налогу, дифференцированную шкалу, это ничего не даст. Выплата пенсии за один день – это 20 миллиардов. Мы должны четко понимать, какие это будут источники. И абсолютно правильно, объективно, открыто. Владимир Владимирович сегодня это объяснил. Конечно, региональные законодательные собрания будут принимать бюджеты. Льготы все будут учтены. Конечно, по каждой категории уходящих еще надо будет посмотреть. Вот у нас сейчас 461 тысяча пенсионеров будет уходить, где-то 14 с лишним. Конечно, мы должны предусмотреть переобучение, работать с работодателями. Если кто хочет еще работать, ради бога. Может быть, кто-то хочет с внуками посидеть, посмотреть, как теперь выплаты. Вот я Сергею Валерьевичу сказала, говорю, мы выплачиваем по 50, 60 и 70 тысяч. Мы эти тоже льготы все оставляем. Это же хорошая подспорь для тех, кто сегодня прожил 50, 60 и 70 лет. Другой вопрос, чтобы это было сделано качественно сейчас, обсуждено с людьми, чтобы не раскачивалась эта ситуация, как многие это делают. Я их хочу направить вот в те годы, когда пенсии не платились по 8-9 месяцев. А мы делаем это сейчас, чтобы была стабильность, чтобы люди ее получали, что до 2020 года пенсия будет 20 тысяч. И я думаю, по каждой категории мы проработаем еще более дополнительно и ответим на все вопросы людей, которые у них будут. Вы знаете, сегодня, как всегда, с удовольствием послушали выступление нашего президента. Президент разложил все по полочкам, все детально. Могу сказать, если бы я подобный текст от кого-то бы услышал раньше, то есть многих вопросов, уверен, не было бы. При этом я уверен, что президент своим выступлением поставил точку в дискуссии, в паразитировании на тему пенсионной реформы. Абсолютно все ясно. На все вопросы практически были даны ответы в результате выступления президента. Мало того, своим решением он четко обозначил, какие направления приоритетные. Уже Светлана Юрьевна на эту тему сказала. То есть, по сути, как настоящий гарант Конституции, защитник прав людей, то есть, как бы, он подвел, так сказать, и поставил жирную точку в этом вопросе. Мы, со своей стороны, как органы власти местные и региональный парламент, примет все решения по сохранению всех региональных льгот по поручению президента. На самом деле, то есть, как бы, это действительно такие шаги, которые позволят людям, то есть, в данном случае, не дожидаясь достижения пенсионного возраста, выхода на пенсию, а именно по достижению возраста определенного, в данном случае, получать меры государственной поддержки. То, что для женщин справедливо абсолютно, президент поставил точку, то есть, в вопросе, что, ну, как и мужчины, должны быть точно так же, там, не более, там, пяти лет, это точно такое же революционное решение. Вопросы, связанные с поддержкой работодателей, и в то же время с мерами ответственности работодателей в части приема людей предпенсионного возраста на работу, ну, и различные другие меры поддержки, это касается многодетных матерей и так далее, то есть, как бы, то, что на самом деле волнует всех простых граждан. На этой теме за последние два месяца, кто только не пиарился, кто только ленивый, то есть, как бы, не бил себя в грудь и не рассказывал, то есть, какие-то сказки очередные, пытаясь будоражить людей. Уверен, что сегодняшнее выступление президента поставит точку, на этом все дискуссии будут закончены.